Общее сведение. Трихофития – это микотическое заболевание кожи и ее придатков, вызванное грибком из рода тричофитон, может быть антропофильной. Когда источником инфекции является человек изофильный, эта форма трихофития возникает при контакте с инфицированными животными. Трихофития является высоконтагиозным грибковым заболеванием, заболеваемость во всех возрастных группах примерно одинакова, но У детей младшего и школьного возраста трихофитию диагностируют чаще. Источники заражения и патогенез трихофитии Источником инфекции являются больные трихофитии люди, животные и предметы обихода, обсемененные спорами гриба. Инфицирование зоофильной трихофитии происходит вследствие контактов с больными животными, особую опасность представляют бездомные животные. Риск заболеть повышается при постоянном контакте с животными, на животноводческих фермах, в ветеринарных лечебницах и при подкармливании бродячих собак и кошек. При хронических филотекущих формах трихофитии, что особенно часто встречается у женщин среднего возраста, инфекция поражает всех членов Семьи через пользование общими расческами, подушками и предметами обихода. Такие факторы, как скучность, пренебрежение правилами личной гигиены и частые контакты с незащищенной кожей повышают вероятность внутрисемейного заражения. После попадания спор гриба на кожу или волосистую часть головы, начинается их прорастание с формированием мицелия, что ведет к дальнейшему поражению как самой дермы, так и ее придатков. Клинические проявления трихофитии Симптоматика трихофитии зависит от формы заболевания, типа возбудителя и особенностей организма пациента, хотя поверхностная, инфильтративная и инфильтративно-нагноительная формы представляют собой последовательное развитие одного патологического процесса. И при отсутствии адекватного лечения поверхностная форма трихофитии может перейти в инфильтративно-нагноительную. Поверхностная трихофития встречается на волосистой части головы и на гладкой коже, внешне проявляется округлыми очагами поражения, резко ограниченными от здоровой кожи. Инкубационный период около недели, после чего начинаются клинические проявления участки кожи серовато-розового цвета небольших размеров. С неровными очертаниями и незначительным шелушением. В очагах поражения большая часть волос обломана на уровне кожи или на 2-3 мм от нее, если волосы на голове темные, то можно увидеть темные точки пеньки волос. Иногда волосы на поражанном трихофите и участки закручиваются и загибаются, в некоторых случаях волосы покрыты серовато-белым налетом, который состоит из спор грибка. Зут и какие-либо другие субъективные ощущения отсутствуют. На периферии отмечаются пузырьки, гнойные узелки и корочки в виде бордюра. А трубевидное шелушение наиболее интенсивное в центре очага, ближе к периферии практически не наблюдается. Если ни шелушения, ни интенсивного обламывания волос нет, но имеются характерные для трихофите пеньки, то необходимо провести дополнительное обследование для исключения или подтверждения диагноза трихофите. Хронические формы поверхностной трихофитии начинаются в детстве и ее отличие в том, что она не проходит к периоду полового созревания. Хотя вызывается одним и тем же возбудителем. В фотогенезе хронической трихофитии лежит недостаток витамина в организме, эндокринные нарушения функций половых желез и других. Желез внутренней секреции и вегетативные нервные расстройства, вегетососудистая дистония, которые снижают защитные реакции организма. Очаги поражения локализуются в затылочной и височных зонах головы, имеется мелкоочаговое или диффузное шелушение. Отмечаются участки с обломанными волосами. При длительно текущей трихофите появляются участки атрофии кожи с мелкими нежными рубчиками. Иногда едва заметны чешуйки на коже головы, цвет которой приобретает сиреневатый оттенок, практически незаметны. Черные точки от обломанных волос тоже обнаруживаются только при внимательном осмотре. Гладкая кожа, пораженная хронической трихофитией, синюшная с наличием серых тонких чешуек. Чаще всего поражается кожа в области ягодиц, внутренней поверхности бедер, предплечий и локтей, на лице и на верхней части туловища. Трихофития встречается реже. Повсеместное распространение трихофитии по телу наблюдается в единичных случаях. Кожный рисунок ярко выражен, возможно утолщение рогового слоя кожи, из-за чего на ладонях и подошвах появляются борозды в местах кожных складок. Борозды со временем преобразуются в трещины. При поражениях трихофитии ладоней и подошв никогда не образуются пузырей. Пузыри, корочки и узелки для хронической трихофитии тоже не характерны. Иногда инфекция переходит на ногти, хотя трихофития ногтей может протекать и без поражения кожи. Ногти утолщаются, становятся бугристыми, шершавыми на ощупь. На свободном крае ногтя можно заметить серовато-белые пятна и полосы. Надногтевая пластина не воспалена, зуд и неприятные ощущения отсутствуют. Инфильтративно-нагноительные формы трихофитии вызывают зоофильный тип грибка. Такие формы заболевания чаще встречаются у людей, проживающих в сельской местности. На волосистой части головы появляется выступающий над уровнем кожи инфильтрат синюшно-красного цвета в диаметре до 8 см. Если инфильтратов несколько, то при слиянии они образуют обширный гнойный конгломерат причудливых форм. При этом воспаление имеет четкие границы и распространяется на соседние участки кожи. Очаг воспаления обычно круглой или овальной формы. Поверхность инфильтрата трихофитии часто изъязвляется. Вокруг него имеется валик, состоящий из бляшек, мелких пузырьков и сохшихся корочек. Через некоторое время вокруг каждого волоса образуется пустула, после окончательного формирования которой, волосы в очаге поражения расшатываются и начинают выпадать. Из расширенных волосяных фолликулов при нажатии или случайном надавливании выделяются капельки, а порой и струйки гноя, пораженной. Трихофития – участок очень болезненный при прикосновении. При инфильтративно-нагноительной форме трихофитии в процесс вовлекаются и пушковые волосы, но они в отличие от длинных волос не обламываются. Поверхность кожи головы при трихофитии схожа с медовыми сотами, а если нагноительно-инфильтративная форма трихофитии наблюдается в области бороды и усов, то пораженные участки напоминают винные ягоды. Через 7-10 дней инфильтрат начинает размягчаться. Нагноительные формы трихофитии могут сопровождаться симптомами интоксикации, общая слабость, повышенная температура тела, увеличение и болезненность регионарных лимфоузлов, потери аппетита. При отсутствии лечения нагноительные формы трихофитии саморазрешаются, так как развившееся нагноение губительно для мицелия грибов. Но микотические клетки сохраняются на периферии и в чешуйках по краю очага поражения. В некоторых случаях нагноительные формы трихофитии осложняются абсцессами. Диагностика трихофитии. Дерматолог ставит диагноз на основании клинических проявлений и особенностей жизнедеятельности пациента – контакт с животными, вспышка. Трихофитии в детском саду. При необходимости пациент с трихофитией может быть направлен к микологу. При микроскопическом исследовании соскоба на грибы обнаруживаются микотические клетки и разросшиеся мицелии. Если необходимо провести дифференциальный диагноз, то проводят культуральное исследование с выявлением возбудителя. При атипичных случаях трихофитии необходимо неоднократное проведение диагностических процедур.